Вы знаете, есть такая простая мысль. Если вас что-то не удовлетворяет в вашей жизни, если вы чем-то недовольны, значит, это можно изменить. Говоря другими словами, недовольство каким-то аспектом жизни свидетельствует лишь о том, что это поддается корректировке. Само наличие какого-то неудовлетворения чем-то, само наличие желания что-то изменить говорит о том, что это возможно изменить. Вторая мысль заключается в том, что вы никогда не будете неудовлетворены или недовольны чем-то, что изменить невозможно. У вас даже не появится мысль по этому поводу переживать или жаловаться. Есть вещи, которые невозможно изменить. Например, солнце встает на востоке, садится на западе. Идет зима за нею, лето. Спасибо партии за это. Помните, такая была поговорка? Так вот, вы никогда не будете испытывать какого-то недовольства по поводу зимы и лета, по поводу того, что солнце встает и садится, по поводу того, что вы хотите кушать, по поводу того, что вы хотите спать, что у вас какой-то рост определенный или черты лица. Это данность, с которой вы родились, которая вам дана. Вы не можете быть по этому поводу недовольны. Третье. Если вдруг вы недовольны тем, что вы не можете изменить, это свидетельствует о том, что вы находитесь в невротическом расстройстве, что вы находитесь в неадекватном восприятии реальности. И теперь нам очень важно понять одну простую вещь. А что можно изменить, а что нельзя? И если с явлениями природы или с вашими физическими данными все относительно понятно, чувство голода, чувство усталости, солнца, зима, лето, все это ясно, то с более тонкими настройками и аспектами жизни не все так очевидно. И иногда у вас может вызывать ложное желание изменить то, что нельзя изменить, что является данностью. Но вас научили по жизни бороться с чем-то или вас научили по жизни то, что что-то ценно, а для вас на самом деле это не является ценностью, и вам не нужно это искать. Но вы боретесь с этим, а на самом деле это не нужно менять. Или наоборот, вас убедили в чем-то, что это невозможно изменить, а это нужно менять. Так или иначе, у вас могут быть сбиты настройки. Помните такую старую поговорку «Господи, дай мне сил изменить то, что я могу изменить, дай мне терпение принять то, что я не могу менять, и мудрости отличить одно от другого». Достаточно банальная и старая мысль, однако насколько она глубокая. Как понять, что вам по жизни дано и на что вам нужно опираться, и что вам нужно использовать в качестве ресурса и за счет этого ресурса развиваться. Это те определенности, которые у вас есть, которые даны вам от рождения. И мы видим их в вашем дизайне человека. Это ваши таланты, это ваши скрытые способности, это ваши внутренние ценности, убеждения, в том числе это ваши травмы врожденные. Это те ресурсы, которыми вы можете пользоваться, то, на что вы можете опираться. И это не нужно менять. А есть неопределенности, это места вашей мудрости, это то, где вы должны развиться, где вы должны чему-то научиться. И что можно изменить, что нужно менять. Да? И в общем-то, вся наша работа заключается лишь в одном. Чтобы вы перестали жаловаться на то, что у вас бросил муж, что с вами не так разговаривает ребенок, что в семье отношения складываются так, что единственный способ это развестись, что ваш работодатель не платит вам нужную зарплату. Вы все время с этим боретесь. И у вас возникает ощущение, что это нужно менять. Но ведь, заметьте, скорее всего, вас не удовлетворяет ни зарплата, или муж, или ребенок, а сам факт того, что вам нужно постоянно с этим бороться, сопротивляться и чего-то доказывать. Вам все время приходится доказывать работодателю, что он платит вам незаслуженно мало. Вам все время приходится доказывать ребенку, что он ведет себя недостойно с вами. Вам приходится доказывать мужу или жене, что он козел или она коза, потому что она несправедливо поступила, или он несправедливо поступил. Вам все время приходится сталкиваться с необходимостью бороться за это. Но если бы вы знали свои внутренние ресурсы, если бы вы знали свой дизайн, осознавали и понимали бы, о чем ваш дизайн, вы бы изначально выбирали ту работу, в которой вы преуспеете. Вы бы строили отношения с мужем или женой так, чтобы они были гармоничны и выбирали бы себе человека по отклику. Вы бы воспитывали ребенка, зная его дизайн и свой дизайн, так, что у вас выстраивались бы гармоничные, доверительные отношения. И вам бы не пришлось с этим бороться. А ведь чувство неудовлетворенности не ребенком у вас возникает, а неудовлетворены вы тем, что вам вообще с этим приходится бороться. А возможно, с этим не нужно бороться. Возможно, просто нужно опереться на то, что вам дано. И больше не чувствовать вот этого одиночества внутреннего, когда вас никто вокруг не понимает, когда вас не слышат. Потому что в действительности вы никогда не бываете одиноки. вы не можете быть брошенным или выброшенным, или недопонятым, или неуслышанным. Ведь вы же есть сам у себя. Вы всегда есть сам у себя. И вы можете на себя положиться. Если знаете, что дано вам, и что не надо менять, а чем надо пользоваться. И если знаете, чего у вас нету, и этого не стоит искать. И на это не надо опираться. И теперь вы уже не брошены. Теперь вы уже изначально ведете разговор с работодателем не о том, чтобы он платил вам в принципе большую зарплату, а ведете разговор с работодателем о том, что вы можете сделать еще. Сделайте еще. Чтобы он вам еще платил. И он будет делать это с удовольствием. Потому что вы чувствуете в себе силы это сделать. И уверены в том, что у вас получится. Иногда люди просто сталкиваются с тем, что они вообще уже не хотят ничего делать. Они говорят, что бы я ни делал, ничего не получается. Везде меня ждет какая-то неудача. И они перестают действовать. Они бездействуют. Как говорил Виктор Франкл, бездействие имеет лишь один результат. Галлюцинацию. Вся наша жизнь становится галлюцинацией. Мы мечтаем о чем-то несбыточном. Мы все время ждем чего-то, что должно случиться, если мы ничего не делаем. Но если мы знаем, что делать, и на что мы можем опираться, каковы наши сильные стороны и таланты, то мы делаем с удовольствием. И вот нам уже не приходится говорить кому-то «нет». Нам не приходится кого-то бросать. Или нам не приходится становиться объектами несправедливости. Потому что мы изначально подбираем себе окружение и опираемся на те наши таланты, которые нам корректны. Для того, чтобы это сделать, всего лишь нужно прочитать свой дизайн, узнать о нем и начать его применять. И перестать стесняться того, что вы какой-то не такой. Вы всегда такой. Вам просто нужно понимать, какой именно. И тогда вы будете менять то, что в ваших силах, благодарно принимать то, что не нужно и невозможно изменить. И очень мудро оценивать, в чем разница одного от другого. Жду вас на чтении. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok